Осторожно, мошенники! В Беларуси, как и во всем мире, продолжает расти преступность в киберпространстве. Появляются все новые уловки и старые, мошенниками тоже не забываются. Как сдержать такой вид преступления, обсуждали накануне в Брестском государственном университете имени Пушкина. Подробности в материале наших корреспондентов. Интернет-пространство – это настоящий плацдарм всевозможных мошенничеств. Кража денег с помощью компьютерной техники, фишинговые ссылки, кража персональных данных. Особенно любимый мошенниками вид преступлений – представляться работниками банков, а звонить в мессенджерах. Анализ возбужденных уголовных дел в сфере информационно-коммуникационных технологий показал, что рост преступлений в основном связан с обращениями граждан по факту нахищения денежных средств с использованием полученных обманным путем реквизитов банковских карт. Основная цель данных встреч является не только профилактика киберпреступности, но и донесение правовых аспектов до нашей молодежи тех либо иных действий с их стороны. Молодые люди могут совершать мошенничество, соблазняясь на обещания легкого заработка. Важно понимать, злоумышленники буквально знают болевые точки потенциальных жертв. Применяют все более новые способы совершения противозаконных действий в цифровом и реальном мире, где склоняют подростков и молодежь встать на преступный путь. Действительно, профилактика, противодействие – это одно направление. Другое направление – разъяснение нашим студентам тех возможных последствий, которые неизбежно настанут, наказание неотвратимо, если они вдруг посмотрят в эту сторону. Это еще одна задача, которую мы преследуем, проводя этот круглый стол. Тема актуальна и в современном мире касается каждого. Пираты цифрового пространства теперь не ограничиваются звонками, клонируют все подряд – сайты, приложения, жировки. Один из студентов на брифинге рассказал, что и сам неоднократно сталкивался с попытками мошенников нажиться. Торговля на куфоре, известном многим сайте, предоставлял данные карты по незнанию работы сервисов. Занимался их восстановлением, занимался восстановлением данных. Попадался как-то на вирус-шифровальщик. Это такой вирус, который при попадании в компьютер шифрует информацию. Сейчас в преддверии Нового года уже очень многие как раз таки будут закупаться подарками различного рода характера. Подарками для своих близких, для себя и так далее. Поэтому это очень, конечно же, хорошо. Однако следует также помнить, что если мы это делаем в интернете, необходимо в первую очередь убедиться в достоверности источника, в его безопасности. В рамках круглого стола сделан вывод. Какими бы технически оснащенными мошенники ни были, наша безопасность в наших руках. Поскольку в большинстве случаев личные данные жертвы передают добровольно. Валерия Гальперина, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест». Спасибо. 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 Спасибо.